Для Анны Петруниной это была вторая попытка написать диктант на пятерку. В прошлом году девушки поставили четыре, а в этом она получила заветную оценку «Отлично». Почувствовала очень большую радость, поскольку результаты об отличниках появились немного раньше, чем в целом результаты. Я когда прочитала свое имя под 17-м номером, я очень обрадовалась, потому что я по профессии филолог, учитель русского языка, я подумала про себя, что ура, я не посравнила свою профессию. В планах у Анны снова и снова принимать участие в тотальном диктанте. По мнению девушки, такие акции нужны, особенно тем, кто закончил школу много лет назад. Они помогают проверить свои знания родного языка. Если, например, он написал диктант на «Отлично» порадоваться своим знанием, или если, например, он не так хорошо написал диктант, то понять, что ему нужно подтянуть в знании русского языка. Потому что я считаю, что грамотность отличает в первую очередь именно образованного человека. В этом году на «Отлично» в Сарове диктант написали 19 человек. Большинство из них признались, что текст был достаточно легким. Однако филологи, которые проверяли работу, считают, что секрет успеха не только в этом. В этом году, надо сказать, что работы вполне хорошие, мне очень понравилось, качество явно чувствуется. И не только потому, что сам диктант может быть немного легче. Действительно, наверное, люди готовятся. Я думаю, что вот видя знакомые лица каждый год, вижу, что, наверное, приходят люди с уже опытом написания тотального диктанта, и это сказывается положительно. Участники акции получили сертификаты тотального диктанта. Все, кто не был на собрании в гимназии номер 2, могут узнать свои результаты на официальном сайте проекта и скачать электронный сертификат. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.